Приготовив сегодня этот паштет, я мягко говоря обалдела! Ингредиенты не замысловатые, а на выходе получается бомба закуска! Для приготовления берем рыбьи молоки, немного воды, сливочное масло, лук, морковь, растительное масло, соль, перец, лавровый лист. Молоки я стала есть только в этом году, раньше брезговала. В разогретое растительное масло отправляем пассероваться лук и морковь. Важно, чтобы эти овощи не просто зажарились, а притомились и стали мягенькими. Подсаливаем кипящую воду, добавляем перец, лавровый лист и одну гвоздичку. Посматриваем за луком и морковью, нам важно, чтобы овощи притомились, а не обжарились до золотистой корочки. Молоки опускаем в кипящую воду. У меня молоки от грабуши, я их попробовала в этом году первый раз и очень пожалела, что раньше выкидывала. Снимаем пенку, хотя это и не обязательно, бульон от молоки нам больше не пригодится, но лично мне не знаю, как вам. Варим, чтобы разваливалось, у меня заняло минут 15. Перекладываем в форму, в которую будем готовить наш паштет. Кстати, вы можете класть сразу в блендер, у меня его, к сожалению, под рукой не оказалось. Да, я взяла его с собой на очередную рыбалку, не спрашивайте, у меня бывает, и благополучно забыла после рыбалки его в гараже. В размятые или перебитые молоки кладем наши зажаренные овощи, мнем или перебиваем. Пройдя через блендер, паштет приобретет золотистый цвет благодаря моркови, но у меня получился рябой. Завершающий штрих, кладем пол пачки сливочного масла, здесь у меня 60 грамм. Вминаем его в паштетную массу, вы попутно можете добавить свои специи, какие вам нравятся. Мне не хватило соли, я немножко досолила. Это действительно вкусно, интересно и просто. Я вообще обалдела, буду теперь готовить, как только наберу молок с рыбок. Всем приятного аппетита, рецепт Пушка.